МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда они возвращаются. Почему депутат от Единой России всего один день хотел покинуть фракцию, а потом передумал? Организатор монстрации просит городские власти навести порядок на набережной, прежде чем отправлять туда участников шествия. Такие ямы видно издалека. Автомобилисты придумали новый способ привлечь внимание властей и автоинспекторов к проблеме плохих дорог. Вход пошла тяжелая артиллерия. И не только. Новосибирские военные готовятся к самому масштабному параду в истории города. Это лишь малая часть того, что мы расскажем сегодня в прямом эфире программы «Новости Новосибирск». В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Единая Россия не приняла обратно раскаившегося депутата Дмитрий Приболовец. В этот понедельник написал заявление о выходе из фракции партии в Горсовете Новосибирска. А уже во вторник попросился обратно. Однако сегодня на сессии городского совета единороссы объявили о его исключении. Для начала я бы хотел послушать Приболовца, чем вызвано первое решение, чем вызвано второе. Пока я не могу комментировать, потому что мы его не слышали в понедельник. Соответственно, чем вызвано его выход из фракции, ну и чем сейчас обоснован вход во фракцию, то есть возвращение. Нужно послушать человека, услышать аргументы, доводы какие-то, а дальше фракция будет принимать решение, возвращать его обратно или нет. Сам Дмитрий Приболовец объясняет свое непостоянство недопониманием. Законотворец якобы не разобрался в законах. Будучи членом фракции, депутат так и не вступил в Единую Россию. По его словам, он посчитал, что отказ от участия в грядущих праймарис автоматически подразумевает выход из депутатского объединения. А когда коллеги депутата объяснили, что это не обязательно, решил вернуться. Впрочем, накануне в СМИ появились комментарии, что на самом деле Приболовец был вынужден изменить свое решение после того, как на его партнеров по бизнесу надавили представители власти. Сам депутат все это, естественно, отрицает. Это неправда. Я не знаю, оттуда взялась эта информация, мне нечего прокомментировать. Добавлю, что исход из фракции Единой России приобретает массовый характер. В марте откололся ее бывший руководитель Вячеслав Илюхин. Причиной ухода также стало несогласие с решением использовать для формирования партийных списков для сентябрьских выборов открытую модель в праймарис. А в прошлом году фракцию покинули Олег Шестаков и Эдуард Кожемякин. Последний, к слову, еще и портбилет на стол положил. К другим темам. Владимир Городецкий осудил изображение местных депутатов и бизнесменов на поздравительном плакате к Дню Победы. Он отметил, что политикам нужно быть скромнее и ближе к народу. Зато губернатор поддержал идею провести монстрацию на набережной Аби. Глава региона настаивает, главную городскую улицу и площадь во время государственного праздника нужно отдать шествию профсоюзов и эстафете. Тем более, что абсурдные лозунги монстрантов понятны далеко не всем. Программа празднования 1 мая уже утверждена. В 11 утра на площади Ленина пройдет митинг общественников и политических партий в час дня эстафета. Эти мероприятия, в отличие от монстрации, губернатор называет согласованными. А еще он отметил, что власти ведут с народом уважительный диалог. Но сторонам не всегда удается услышать друг друга. Ну почему? Если монстрация, к примеру, если вы монстрации говорите, то только надо в день государственного праздника именно по Красному проспекту. Реализуйте свои замыслы в другом месте, в центре города, что и сделала сегодня мэрия. 1 мая – это государственный праздник. Поэтому 1 мая площадь будет отдана согласованным таким мероприятиям, которое, мне кажется, объединяет людей. А вот организатор монстрации Артем Лоскутов не согласен с позицией главы региона и мэра. Причем не только по идейным соображениям. Художник говорит, что на месте властей постыдился бы приглашать кого бы то ни было на набережную. Наша съемочная группа застала его во время съемок фильма о предстоящей акции. Их ведет шведское телевидение. И пристальное внимание СМИ, причем не только российских, как раз не позволяет провести монстрацию на набережной Аби. Уж больно там непрезентабельный вид. В итоге демонстрации осталось всего два дня, а где она пройдет, так и непонятно. Лоскутов же так и не дождался предложения от мэра Новосибирска присоединиться к колонне на Красном проспекте. И теперь готов даже нарушить закон. Вчера посетил набережную, посмотрел на нее с моста, и очень было грустно. Она очень грязная, там еще не распустились деревья, и в воде плавает мусор, вода очень некрасивого цвета. И это не самое лучшее, далеко не самое лучшее место в Новосибирске для того, чтобы показывать город. Можно сделать вид, что мы поверили этому предложению, не разобравшись с законами, а взяли и пришли к профсоюзам в 10 утра на площади Калинина. Там будет мэр. Если мэр не идет на монстрацию, монстрация придет к мэру. Мы поздравим его с 1 мая, с праздником весны и труда. Оставайтесь с нами, вы увидите во второй части нашей программы. Дадут пострелять в волю. Сроки весенней охоты все-таки продлили. Неужели дичи в области стало больше? Желтая краска заставит чиновников краснеть за качество дорог. Теперь масштабы проблемы бросаются в глаза. Пьяный дом, гигантские граффити, экскурсия в бомбоубежище. Какие еще необычные места можно найти в сибирских городах? Сегодня. Не переключайтесь после вечернего выпуска новостей. РЕН-ТВ сделает вам интересно. Сегодня. Что будет, если обычный продавец спорттоваров перейдет дорогу гонконгской мафии? Крепкий боевик, случайный шпион. И запомните, сначала новости, потом кино. Готовься к праздникам. Смотри кино с понедельника по среду. Сразу после выпуска новостей в 20.00 на РЕН-ТВ. Уголовное дело завели на пьяную дебоширку, напавшую на полицейских в аэропорту Толмачево. Напомню, женщину сняли с рейса «Новосибирск-Камрань» 17 апреля. В зону предполетного досмотра женщина пришла уже на веселе. Пускать пьяную пассажирку на борт отказались. Вымещать обиду нарушительница стала уже на сотрудниках транспортной полиции. Она дралась и осыпала правоохранителей нецензурной бранью. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. По двум статьям дебоширке грозит до пяти лет лишения свободы. Между тем, женщины составляют шестую часть всех алименщиков Новосибирска. Это около трех тысяч человек. Весь май, в преддверии Дня защиты детей, судебные приставы региона будут особенно активно работать именно с этой категорией должников. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание общественности. Такой месячник борьбы с безответственными родителями приставы устраивают ежегодно. Воздействовать на должников и в особенности на алименщиц в этот период будут активнее, но обычными способами. Арест имущества, направление в центр занятости в некотором пригрозят уголовной ответственностью. Тем временем в Семейный кодекс планируют внести поправки, чтобы гражданский брак признавали полноправным супружеством. Еще одно возможное нововведение. В случае супружеской измены виновника предлагают наказывать. После развода отдавать ему не половину имущества, а гораздо меньше. Пикет, которого не было, новосибирские охотники сегодня планировали провести акцию протеста. Хотели потребовать отмены, сокращение срока весенней охоты в Новосибирской области. Но на площадь Ленина не вышли. Региональные власти пошли им на уступки. Напомню, вместо обычных 10 дней период охоты сократили всего до 3-х. Объясняли это тем, что в пожароопасный период слишком рискованно для леса и населенных пунктов проводить на природе такие массовые акции. И вот организаторы пикета уверяют, что смогли договориться с чиновниками и теперь смогут отстреливать уток и другую дичь до 5 мая. Мотивы решения не совсем ясны, все-таки погода принципиально не поменялась. Более того, власти пообещали консультироваться с охотниками перед объявлением сроков следующих сезонов. В Омской области готовятся к вспышкам опасных заболеваний. Первой в этом списке – африканская чума свиней, которая еще не ушла с территории России. Справиться с ней могут эпизиотические отряды. В спецотряд входят ветеринары, медики и инфекционисты. Они действуют по всем районам области, в арсенале спецтехника и особые препараты. В последний раз специалисты противостояли вспышке птичьего гриппа, это было в 2005 году. Впрочем, работу они несут круглогодично и круглосуточно. Сейчас, например, заняты ликвидацией последствий паводка в районах области, а в случае чрезвычайной ситуации специалисты готовы противостоять любым болезням. Например, вот той же африканской чуме свиней, которая сейчас угрожает всему Евросоюзу. У нас сегодня нет массовых заболеваний скота. Когда постучим по дереву, мы знаем, что в Европе сегодня и у нас в России свирепствует африканская чума свиней. Последний раз мы прошли в 2010 году, когда нас посетил грипп птиц. И эти силы и средства как раз провели все мероприятия очень оперативно. Томские активисты вышли сегодня на улицы города с баллончиками краски. Обратить внимание чиновников на состояние дорог они решили необычным способом, раскрасив ямы по периметру в желтый цвет. Участники этой акции надеются, что в городе все-таки обратят внимание хотя бы на самые очевидные дорожные выбоины. Подробнее об этом в материале Арины Таранюк. Цвет нашего движения. Что, стряхиваем начали? Вот так, с баллончиками краски в руках, сегодня рано утром томские активисты вышли на городские улицы. По плану раскрасить как можно больше ям на дорогах и сделать их еще более заметными. Молодые люди говорят, может хотя бы таким способом получится привлечь внимание властей к разбитым томским дорогам. Честно, я думаю, что это не самый эффективный способ. Но если есть такая возможность, если есть желание у людей собраться и устроить такую акцию, почему и нет, хуже от этого точно не будет. Валерий Материков в акции «Ямы в цвет» участвует впервые, хотя проводит ее в Томске уже в третий раз. Организаторы говорят, такая мера борьбы с разбитыми дорогами эффективна. Уверяют, раньше именно благодаря этой акции денег на ремонт выделяли больше. Как отреагирует на нее нынешний городоначальник, пока не знают. В зависимости от того, сколько акций мы проведем, сколько людей соберем, я думаю, конечно, будут выделяться деньги на дороге. И за ремонтом будут качество на дороге принимать. Ремонт он идет, качество они не принимают, и каждый год просто одно и то же получается. Раскрашивать дороги активисты намерены до конца лета. Сегодня же выбирали те места, где ямы особенно большие. Хотя, признаются, это было сложно. Ими пестрит практически весь город. Я надеюсь, что будет какой-то хоть эффект от властей машины, просто ужасно убиваются по нашим дорогам. Это невозможно. Мне каждая ямка такая, особенно которая покрупнее, у меня сердце это таким отголоском отдается. Правда, после сегодняшней акции увидеть яркие томские ямы успели немногие. Краску наносили на влажный асфальт, поэтому результаты художественной росписи с оживленных дорог исчезли меньше, чем через час. Арина Таранюк, Владислав Кочетов, Новости РЕН-ТВ, Томск. Изображение известного памятника мыши, вяжущей нить ДНК, зарегистрировано как товарный знак Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук. Ученые намерены использовать его как символ новосибирской науки. Между тем, в городах Сибири достаточно и других странных мест, которые могли бы претендовать на звание неформальных символов региональных столиц. О самых интересных расскажет Артем Шершнев. Этот дом, который в народе прозвали пьяным, словно просится на сувенирный магнитик. Несколько лет назад он появился на улице Большевистской и сразу вызвал ожесточенные споры. Что это? Дешевый кильч или обращик современной архитектуры? В здании располагается ночной клуб и сауна. Многие называют это сочетание истинным выражением сущности Новосибирска. Города торговых центров и точечной застройки. Новосибирск вообще город странный, поэтому неудивительно, что такой дом тут стоит. Извояния, сделанные мастерами из разных городов на сибирском фестивале каменной скульптуры, должны были служить украшением Первомайского сквера. Но вместо этого сами стали полем для экспериментов горожан. На них пишут молодожены, оставляют автографы гостей Новосибирска. И несмотря на то, что налицо как минимум признаки административного правонарушения, бороться с этим уже не пытаются. Не знаю, мне кажется, это общечеловеческое желание оставить свой след в истории. Не более того, детские шалости и глупости. Хотя недовольные все же находятся. Если кому-то что-то надо писать, пускай тогда построят какую-то определенную стену и пусть там расписывают забор. А зачем на памятнике-то зачем? А вот и подобная стена. Гигантская граффити спряталась в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого. Но эту красоту, в отличие от изуродованных скульптур в центре города, видят только жители окрестных домов. Хотя сюда вполне можно было бы водить экскурсии. Как, например, в Кемерово бывшая промзона стала местом паломничества так называемых индустриальных туристов. Особой популярностью пользуются бомбоубежища остановленных предприятий. Многие из них сюда эвакуировали во времена Великой Отечественной. И как на любом стратегическом объекте, здесь были в любой момент готовы к нападению врага. Лет пять назад, когда я впервые посетил это бомбоубежище, оно, конечно, вызывало более приятные впечатления. Все эти трубы воздуховодов еще висели на потолке. Не были такие ржавые, разбитые, разломанные. Стояли столы, лавочки, какие-то приспособления для гражданской обороны. Но на данный момент, конечно, видите, в какое состояние это все приходит. Все разрушается, металл пилится, все вывозится. Думаю, максимум пару лет этого здесь просто-напросто не останется. Томичи на территории бывших промобъектов организовали фестиваль «Стрит Вижн», который стал неформальной визитной карточкой города и перерос рамки чисто уличного искусства. На самом деле-то особо художников стрит-арта в Томске нет. Большинство ребят – это сформировавшиеся граффити-сообщества. Но тем не менее, на волне стрит-арта был создан «Стрит Вижн», но поскольку контента было очень мало, мы расширили рамки, и теперь у нас гораздо больше направлений актуального современного искусства. Тем временем в Омске набирает популярность так называемый «ЖКХ-арт». Берем идеи из журналов, и что увидим, и из интернета. А делаем из подручного материала, из старых тополей, что на помойке соберем. И люди, у нас очень шины на шиномонтажке. Люди у нас очень хорошие, отзывчивые. В каждом подъезде есть, кто помогает. Незамысловатый дизайн, конечно, не рассчитан на взыскательную публику. Зато местные жители своим двором готовы любоваться бесконечно. Да и чиновники довольны. На благоустройство не потрачено ни копейки бюджетных денег. Артем Шершнев, Мария Черешнева, Дарья Тарасенко и Николай Сухарев. Новости РНТВ, Новосибирск. И это еще не все. После короткой паузы смотрите в заключительной части нашей программы. Столько военной техники можно увидеть только раз в году. Чем армия удивит горожан 9 мая? Катюша, Темная ночь или День Победы? Новосибирцы выбирают самую любимую песню военных лет. Сам падает и сам тает. Неожиданный апрельский снегопад не доставил хлопот городским коммунальщикам. К 70-летию Победы. Специальный проект РНТВ. Солдаты Победы. В Новосибирске сегодня появился еще один мемориал воинской славы. В Калининском районе, в сквере на улице Свечникова установили танк БТ-7. Боевая машина настоящая. Она участвовала в боях на Дальнем Востоке. К танку колонной прошествовали кадеты, участники акции «Бессмертный полк». После открытия монумента к нему возложили цветы. В честь открытия мемориала прогремел оружейный салют. Все это память как раз о наших отцах, сестрах, братьях. И поэтому все, что делается вот сейчас, в наши годы, в это время, это очень здорово. Это будет поколение помнить, знать. Мы передадим все на свете, свою память о людях. На военном аэродроме Толмачева сегодня провели репетицию Парада Победы. 9 мая по площади Ленина пройдет около 70 единиц техники, в том числе и новая, которую раньше новосибирцам не показывали. Это и боевые машины «Тигр», и ракетные комплексы «Искандер», и даже установки «Ярс» для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Всю эту боевую мощь сегодня наблюдал Павел Теунов. Механизированную колонну военные выстроили по принципу наращивания огневой мощи. Во главе пойдут боевые машины «Гусар», «УАЗы», усиленные пулеметами. Следом бронемашины «Тигр» и «БТР». Затем техника посерьезнее, противотанковые комплексы «Конкурс» и зенитные ракетные установки «ОСА». И в завершении тяжелое вооружение системы «Град», «Искандер» и «Ярс». Всего около 70 машин. На новых образцах все контрактники, прошедшие до подготовки, обучения. Личный состав срочной службы представляет лучшие водители, отобранные из частей, прошедшие конкурсы водителей, занявшие первые места. Главная задача для бойцов – не нарушать порядок, держать определенную дистанцию и не превышать скорость в 20 км в час. Чтобы продемонстрировать все достоинства российской военной техники, водители должны легко маневрировать и на городских улицах. Для легких боевых машин это не проблема. Совсем другое дело – управлять 50-тонным тактическим ракетным комплексом. Немного габариты большие, то что не с первого раза понимаешь, какой угол поворота надо принять, чтобы зайти в поворот правильно. Поэтому немного учились, тренировались. Как бы сейчас уже все отлично дается. «Искандеры» и бронемашины «Тигр» на параде в Новосибирске покажут впервые. Но особый интерес к самоходным установкам для запуска баллистических ракет «Ярс», которые могут стереть с лица земли небольшое государство. На первой репетиции их нет, но 9 мая они тоже выйдут на главную площадь города. Кроме наземной техники в параде поучаствует и авиация. Над площадью Ленина пролетит 8 вертолетов, 2 истребителя МиГ-31 и 3 боевых самолета Су-34. Причем если водители здесь на военном аэродроме оттачивают навыки каждый день, то летчикам понадобится всего одна тренировка. Уже завтра пилоты отправятся изучать воздушный маршрут, а 7 мая пролетят по нему во время финального слаживания. Кроме того, организаторы обещают, что в небе появится и раритетный МиГ-3, который отреставрировали специально к юбилею Победы. Павел Теунов, Дмитрий Кабанов, Новости РНТВ, Новосибирск. Увидеть все это новосибирцы смогут трижды. До парада в центре города пройдут еще две генеральные репетиции по традиции 5 и 7 мая. И как всегда это остановит движение на Красном проспекте и прилегающих улицах. Ограничит движение по участку Красного проспекта улицам Мичурина, Советской, части улиц Фрунзе и Кирова. Начинаться репетиции будут в 8 вечера, а дороги будут перекрыты гораздо раньше, уже за 1,5-2 часа до начала шествия. На станциях новосибирского метро до 12 мая будут звучать песни военных лет. А какие из них любят и знают горожане? В филармонии решили провести небольшой социологический опрос. Волонтеры просили прохожих назвать любимую песню о войне и напеть ее. Лидия Захарова послушала и убедилась. Тексты помнят не все новосибирцы. У волонтеров в гимнастерках и пилотках два вопроса. Какую песню о войне вы любите и можете ли ее напеть? Работать приходится в почти экстремальных условиях. Холодно и град. Впрочем, многие новосибирцы готовы петь в любую погоду. Распудрявый, зеленый лист трясной. Здравствуй, парень. Мой зеленый, мой любимый, мой родной. А дальше не помню. Сейчас цветали яблони и груши, сейчас плыли субманы. Кому-то приходится помогать, а кто-то бы и рад спеть до слов не помнит. А музыка будет? А мы вам подпоем. Давайте, для начала, как у него? Синенький скромный платочек. Да, синенький скромный платочек. Падал с обыщенных плеч. Китали яблоки и груши. Молодые новосибирцы, как правило, знают только название и несколько первых слов. А то и вовсе лишь примерный смысл песни. День победы и порохом пропах. У солдата девушка ушла, он ее ждал долго. Ну, таких тоже много. Реноме Новосибирска спасли люди более старшего возраста. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. Это день победы и порохом пропах. Это радость со слезами на глазах. Мы выросли на этих песнях, которых сегодня очень не хватает. Потому что песня, она помогает человеку быть лучше. Она заставляет его душу, его сердце соприкасаться с тем, что было. И почувствовать себя, наконец-то, общим. Вот частичка с вот этого большого народа. Волонтеры будут работать на улицах Новосибирска в течение четырех дней. Опросить планирует около тысячи человек. Если подводить первые итоги, то самые популярные ответы – это «Катюша» и «День победы», что очень символично. Конечно, эти песни обязательно прозвучат в праздничных концертах Новосибирской филармонии. Лидия Захарова, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск. Апрельский снегопад, несмотря на предупреждения синоптиков, застал врасплох новосибирцев. Сегодня многие горожане были явно не готовы к временному возвращению зимы. В разных районах города с неба сыпалась снежная крупа. Все это сопровождалось шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. В отличие от Града, такие осадки, мелкие и мягкие, не могли причинить какой-либо урон людям или постройкам. Но наблюдать за этой красотой все-таки комфортнее было из теплого помещения через окна. И теперь о погоде на завтра в городах сибирского региона. В Томске, где раскрашивают ямы на дорогах, 5-7 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. В Кузбассе, где в бомбоубежище приглашают туристов, также плюс 5-7, пасмурно и небольшой дождь. В Омске, где готовится противостоять эпидемии ящура, плюс 12-14, малооблачно, осадков не ожидается. А в Новосибирске, где в метро звучат песни военных лет, плюс 8-10, пасмурно, небольшой дождь. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту. Все контакты на экране. Сразу после нашего выпуска федеральные новости. Вот что расскажут коллеги. Основатель группы А-Студио успел записать клип за полдня до смерти. Космический корабль «Прогресс» придется затопить в океане. И Ума Турман встречает юбилей, не обращая внимания на скандалы. У нас на этом все. Программа «Новости Новосибирск» вернется в эфир уже завтра ровно в 19.00. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok